Снимаются все маски и голограммы, Фантом пристает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Ольга выходит из биоробота, если в биороботе присутствуют чужеродные копии, голограммы, артефакты, растяжки, воздействия, это все проявляется и становится видимо. Она не может выйти, она в кубе, все равно сидит. Отлично, я даю команду на счет три, она выходит вместе с этим кубом. Один, два, три, да, будет так, а так и есть. Да, вышло. Защищаемая физически биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта, берем Ольгу вместе с этим кубом в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Ольги, поднимаясь в комнату диагностики. Один, два, три, пошел подъем. Мы на месте, и у нас в комнате Константин. Приветствуем учителя Константина, нашего дорогого куратора. Я приветствую вас. Прежде чем вы поставите Ольгу в сканер, я бы хотела напомнить, что у вас и учеников есть оружие дополнительно от школы. Это ее свет. Попробуйте сжечь эту сетку светом арго. Этот куб? Да. Прямо на ней или выводить его в клетку? Нам же надо еще энергии вернуть. Или так попробовать свежие? Прямо так. Я ответственных не найду. Мне нужно притянуть их, и после этого я готов это обязательно сжечь. Я хочу разобраться с теми, кто это делает. Если куратор Константин разрешит мне закончить. Он говорит, а я хочу показать, как работает свет в поле, про который все ученики забыли, про который я сказал с самого начала. Все понятно. Хорошо. Я озвучил, что это ваш дополнительный инструмент, который вы будете применять в непонятных ситуациях или сложных, где вы не знаете выхода. Все понял. Хорошо. Ради этого мы обязательно так и сейчас и сделаем. Значит, тогда повезло ответственным. На счет три Ольга концентрирует в себе всю свою энергию, все свои силы, свое намерение. И на счет три изнутри сделает взрыв импульса энергии арго. Один, два, три. Удар. Она не сжигается. Получается, вот этот вот куб, он загорелся таким, как лава, как лава вот такой концентрации, но свет белый. И он отошел просто в сторону. А Ольга вышла из него. Сейчас можешь в клетку. Отлично. Отправляю его в клетку-тюрьму. Один, два, три. Этот куб. И я даю команду. Я благодарю нашего дорогого куратора Константина за этот урок. Я понял. И мы все поняли и ценим этот совет. Я даю команду на счет три. Выстраиваются каналы ко всем ответственным. Все, кто были связаны с этим кубом и с энергией Ольги, или воздействовали на нее, или отдавали команды, приказы, чтобы к ней подключиться. На счет три. Где бы они ни находились во Вселенной, они притягиваются в клетку-тюрьму и становятся ее заложником. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Думал, она пропадет. Хорошо. Да, она перенесли. То есть получилось, что свет, он живой. И вот такая консистенция у него, как лава. Только он не желтый, он белый, разными оттенками. И он как подхватил эту сетку. Он вибрирует весь и перенес ее в клетку. Хорошо. Кто притянулся? Притянулся ящер и два агрея. Отлично. Ящер и два агрея. Снимается все маски, голограммы сущности, предстают согласно своему эфирному коду ДНК. Считает цифры над головой ящера. Иммигрирует? Он сбивает. В смысле сбивает? Цифры разные всегда идут. Отлично. Я даю команду, если это голограмма. Голограмма сгорает. Значит, три, один, два, три. И притягивается ответственность за эту голограмму. Если нет, остается тем же ящер. Нет, он тот же. Отлично, Влад. Просканируй его защиту. Сожги ее и уложи его на пол в клетке тюрьме. Приступай. А у него нет защиты. Он просто телепатически сбивает. Хорошо, Влад. Дай ему удар в тот орган телепатии. Выключи его. Надоел. Но это тоже как третий глаз. Ему больно. Хорошо, ящер. Чувствительно, скажем так. Очень хорошо. Что мне с тобой делать сейчас, ящер? Мы с тобой встречались вчера, ты не понял моего намерения. А я сегодня намерен тебе сделать урок твоей жизни ящеровидной. Ты готова его принять? Грей, вы готовы уходить в галактическое ядро? Ставим маячок над Греями. Органические, неорганические? Зеленые органические, красные неорганические? Оба органические. Оба органические. Хорошо, я. Грей, вы хотели со мной поиграться. Каждый получает по удару 50 тысяч герц. Удар, пошли. Это за ваши голограммы. Это их сетка. Это ваша сетка. Еще по 100 тысяч, пока не лягут на пол и не начнут жалеть, что они сюда попали. Не мешали развиваться осознанному человеку. Они мешали, потому что... Чтоб она им потом не мешала. А вот теперь она вам будет мешать со страшной силой, потому что она знает теперь свое оружие. Она его получила. И она будет вас без всякого толгого размышления отправлять туда, откуда вы уже никогда не придете. Вам это понятно теперь, в сущности? А не ощутили удар, Вера? Или еще поднять до 200 тысяч? Не надо ощутили. Хорошо. Итак, какие у тебя есть оправдания, Ящер? Ты захотел со мной повоевать? Я готов. Это моя работа. Подожди. Твоя работа. Это моя работа. Предвидеть и остановлю. Я тебе скажу, что у тебя плохая работа, потому что ты не предвидел, что я войду в эту ситуацию. Считай цифры над головой Ящера. Он говорит, что это был самый плохой сценарий. И тем не менее, как я уже сказала, это моя работа. Хорошо. Я тебя сегодня отправлю в галактическую полицию, потому что это моя работа. Тебе устраивает такой вариант? Вот там будешь все объяснять. Не устраивает. Все. Я понимаю твое решение. Да. Хорошо, Ящер. Итак, твои цифры какие? 706. Так, если игры еще с кем-то связаны, выстраивай от них каналы. 1, 2, 3. И притягивай всех ответственных, всех, кто был связан с Греем по каналам. Да, будет так, а так и есть? Они с Ящером связаны. Хорошо. Так, сколько-то вы находили в своей биополе? Подожди, причем у них не было желания с тобой встречаться. Поздно. Вы пошли к моим ученикам, а я это воспринимаю как личное нападение на меня. Не должны Греи этим Ящером. Греи должны Ящером. Ну, это их проблемы. Это ваши проблемы. Мы уже встречались и с такими делами. Знаем, как Ящеры и Драконов должны. Сначала их ловят, а потом освобождают и берут с него слово, что они ему будут помогать, чтобы выкупиться. И мы знаем эту технику. Это техника обмана. Хорошо. Так, Верочка, у нас осталось 3 канала к ним, да? Но у нас в клетке нет канала, есть к интерферентам. К интерферентам каналы, все верно, да. И я сейчас даю команду Ольге сделать импульс высокоаббрационного шока удара. Она знает, какую энергию. И на счет 3 сжечь все каналы. Один, два, три. Удар. Сжигаются все каналы. Получилось. Готово. Да. Открывается портал «Галактическое ядро», канал выходит на переработку в чистую первичную энергию. Да, ящер, да, Грей, вы мне действительно неприятность принесли. Я теперь буду вам эту неприятность передавать дальше. Я прошу, Ли, выйти со мной на связь. На связи. Ли, я тебя прошу, забери вот этих ящера и еще двух Греев, которые должны ящер, он их использовал как заложников. Опять они для него что-то сделали, закубировали человека. Ну, ты сама все увидишь. Она приветствует. Приветствую. Она приветствует Ольгу и говорит, добро пожаловать на ошибках учиться. А где она сделала ошибку? Ли, ты могла, можешь мне объяснить? Я так до сих пор и не понял. Ожидания. У нее большие ожидания, это считается отягощающим каким-то низковибрационным фактором, или как это понять? Я первый раз об этом слышу. Высокие вибрации шли не от ожидания начала что-то нового. Эти вибрации были настолько сильные, что интерференты увидели в ней соперника. Абсолютно верно. Она будет сильной. И то, что он сказал, он сказал правду. Это его работа предотвращать становление профессионала на ноги. У нас год они мучили, если не больше. Я это могу только подтвердить. Хорошо. Как ты считаешь, что с ними в этой ситуации сделать? Они прекратят эти попытки, или это будет продолжаться, или как это решать? Они не смогут что-то делать еще несколько следующих лет, но нападения будут не только на нее, на всех, кто занимается этим. Пока они не установятся, не определятся и не заявят свои права. Все верно. Мы проходили этот путь. Ли, я тебя очень хорошо понимаю. Благодарю. Хорошо. Как ты считаешь, отпускать их, отправлять? Что с ними делать? Нет, они забирают. Хорошо. Благодарю тебя. Поэтому она сказала, что несколько лет, вот конкретно они не придут, но придут другие. Хорошо. Надо быть всегда готовым. Это и есть. Она говорит, что это нормальный процесс развития. А как иначе расти, если у тебя нет противников? Никак. Только входить в ситуации, решать их и подниматься, расти дальше. Она говорит, что сила противников показывает твою силу. Так и есть. Это тоже какая-то мера измерения даже своего собственного уровня. Согласен, Ли. Благодарю тебя за это объяснение. Не забрали. Хорошо. Все. Включаем высоковибрационные лучи, вытесняем за пределы этой комнаты. Все. От интерферентов остается только твоя, моя энергия, Ольги. Хорошо. Давай заправим. Сетка есть еще. Сетка? Клетка, вернее. Сетка в клетку. Но она как клетка, вот этот куб, который был вокруг Ольги. Понятно. Этот куб. А под ним открывается портал в галактическое ядро. И он уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Да. Забыл спросить, сколько они сидели. Ну ладно. В принципе, это уже его. Они сидели. У нас, ну как она показала, 4 недели. Это вот это было, как сказать, ее возбуждение перед началом обучения было сильным. Она показала просто, насколько оно было сильным и твердым, что они увидели его. И испугались. Все понятно. И включая внутренний белый свет Ольги, 1, 2, 3. И на счет 3. Ольга выдавливает из всех своих семитонких тел, каждой клеточки, каждой теленьки головного мозга, всю негативную патогенную энергию, которые остались от этого куба, от ящера, от Греев. Все негативная патогена, не принадлежащая ее чистоте ДНК. Она смеет, говорит, что хоть это я научилась делать легко. Да, это был такой урок для всех, кстати, наших учеников. С нее такая коричневая энергия выходит. Выдавливаем все сильнее и сильнее. Все выходит и формируется в плотный шар. Эмоции выдавливаем с нее. И на счет 3 выдавливали все негативные, все патогенные, все эмоции, которые ей мешают. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Все это выходит и летит в этот же шар. Ну вот. Энергия ожидания выходит. Запутанности, страха. Все энергии на этих частотах выходят. Что еще? Ли еще и говорит, что она холодной должна быть в своих эмоциях. Холодный мозг имеет. Я обращал внимание. Да, у нее очень сильные эмоции. То есть своим вот этим ожиданием, возбуждением от чего-то нового. Они видят, они это притянули. Значит, теперь почему сказала эмоции? Потому что они тоже имеют определенную силу в ней. И они могут сделать блоки и сесть страхом внутри. Поэтому их нужно выдавить. Значит, у нее страх, что не получится. Все понятно. Плакала она. То есть вот эти эмоции могут стать блоками. Ну, плакала все. Опустила энергии. Каждый плачет. Это руки вверх. И мы сдаемся. Нет, это неправильно. Нельзя плакать. Потому что это опускает твои вибрации. И открывает ворота всем остальным. Она выдавила. Она говорит, я все поняла. И у нее два шара перед ней. Один эмоциональный, другой коричневый. Хорошо. Давай. Пусть она сама открывает сейчас портал. Значит, три. В галактическое ядро. И сбрасывает эти оба шара. Она знает, как. Приступай. Она говорит с командой. И я. Сбросите два шара в галактическое ядро. И закрой потом портал. Готово. Закрыла? Я закрыла. Она забыла. Хорошо. Все. Давай. Она не забыла. Просто у нее нет здесь столько возможностей. Все верно. Давай тогда заправим ее энергией. Поднимем частоту вибрации. Значит, она закачивается энергией. И от нее идет знание, сила, уверенность. И идет информация, что этот напор она должна именно... В русло направить. В это русло. Все я это считал. Вот туда свою энергию направляй, Ольга. И все будет хорошо. Готово. Синхронизируется. Энергия вибрации гармонизируется. Распределяется. Усваивается наилучшим образом. Один. Два. Три. Хорошо. Будем возвращать Ольгу назад. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ольги в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и переноси в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.